всем привет это я вячеслав тихонский опять я прошу вас ставить колокольчик ставить лайк и писать комментарии и подписывайтесь на мой youtube канал теперь немного поле короче это обзор то что где я поселился и в мой влог ну что друзья это моя кровать это мой сосед это еще сосед у нас есть шкафчик такой есть телевизор холодильник таком большой холл это частный дом оттуда пойти кухня будет туда попозже пойду это моя кровать я пока еще вещи не разложил не дали какую-то постель там чашку разрешили брать это на выкинуть поехали дальше здесь можно шашлык готовить там курить курить бочки туда прикольно это частный сектор что я могу сказать ну я счастлив это больше может как всего какое-то и сам не знаю сейчас палюсь наверно но мне нравится пока нас стараюсь веселую хозяева дальше продолжим вот кухня такая это душ у меня душевая самое важное туалет то есть не я кто постирает я постирать все друзья спрашивают меня почему у меня такая задышка если так посмотреть у меня такая горка тут вот это реально задышка я просто прочитал комментариях спасибо за вопрос это куда-то другую сторону но вот это треш еще подняться надо и темно везде тяжело пошел дальше короче друзья приехал я вашан чтобы докупить себе порошка который я все-таки забыл купить хотел сегодня с кем-то прогуляться но никто так меня отозвался и как всегда бывший но я рел на фига я это делать надо остановиться будет сейчас сейчас куплю порошка и что-то до борща по-моему там сметаны или майонезу короче что нибудь докуплю сейчас друзья мне кажется то что не проезд этот обойдется конечно не выгодно это все равно месяц переплаты я считаю если доехать до метро и от метро куда-то еще рыпаться ну хотя бы до лебецкой а с лебецкой куда-то еще ездить представьте проезд там 8 до 8 метров 16 тысяча по любому месяц наверное есть ну ладно там один день я не выйду но все равно это невыгодно плюс питание какой-то надо оптимально то есть не экономится дай бог чтоб получилось я сейчас купился для борща и еще наверно по приготовлю если у меня выйдет чтоб поснимать про это моя мечта поснимать как я реально умею готовить дай бог чтоб вышло и надежда на то что найти в какую-то подработку и надежда на то что нормально все таки как пишут в комментариях что германия типа сложно уехать и там могут кидать типа жильем но у меня другого выхода нет я отвечу на комментарий даже так другого выхода нет я хочу добиться своей мечты это купить ноутбук камеру и наверно приехать в киев уже с тем что просто нормально арендовать пусть даже это риэлтор агентство будет ну нормальное агентство и арендовать одну комнатную квартиру хотя бы сразу оплатить там три месяца полгода и за это время я успею я уверен успею заработать что-то сделать ну тем более поехать туда люди возвращаются не на слуху ну на моем слуху с хорошим бюджетом и достойной зарплатой гулять туда я не еду там пробухивать деньги а может даже и курить там брошу но это же европа не то что у нас куришь везде хотелось бы добиться успеха и я думаю что добьюсь получится все но остальное просто хочу сказать вашей подпиской это очень важно попробуем дальше друзья я с таксистом потерялся куда я еду домой я не бухой совсем ну просто мы запутались вообще по полной зато круто выглядит как будто я не в киви и вода сейчас у меня долбанет еще я не специально правда нет устрей я не буду пересчитывать или еще что то ну ну мне тут нахуй не надо куда тут ехать вниз лево как я туда буду выезжать ёбан лево мне еще вниз ну если колес есть то значит ездит же машина что я в рову вот да не ну ты заказываешь такси блять это ты заказывай нормально куда ты какие то кочугуры заказываешь они пишут я собака сам понимаю вот все где светится можно остановиться здесь это мое тут объехать негде блять никак нельзя объехать ты меня сейчас заберешь дальше не не я имею ввиду вообще выезжать отсюда как то можно подробно или только туда нахуй ты снимаешь тебя не видно друзья сварил борща своего вот целая кастрюля а это я подарю себе борща я такой счастливый наконец конечно ну такой бывает но сейчас не по часам это на сегодня ночью вернулся вот это я умудрился вот так я храню борщ прикольно на природа и частный дом и больше храним но это не мое вот мое прикольно да в частном доме все мне нравится так блин не красиво даже вышло видео то я что хотел бы сказать приятного аппетита добрый вечер добрый день кто кушает всем вам приятного аппетита вот я приготовил борщ и уже четвертый раз тут бегаю я перед этим снял видео но то что я ляпнул не красиво вышло лучше не надо то говорить ну что я скажу кто кушает всем приятного аппетита я так долго хотел готовить я думаю что в будущем я еще смогу показать вам как я готовлю и покажу больше интересного контента ну надеюсь все это ну не за гора и другого что то новое всем приятного аппетита вот борщ вот сметанка кстати после борща ух он мне дает на мужество не знаю борщ почему-то на меня так влияет ух ну вы поняли ух ух да вот это влияет больше на мужчину очень хорошо ух ух я люблю больше люблю готовить я знаю 30 видов стран кухни почему вы не готовите а так камера включилась и это же выставили сегодня доброе утро всем или доброй ночи кто уже спать ложится и смотрит мое видео также приятного аппетита кто смотрит тоже мое видео что предстоит сегодня понедельник и получается мне надо адаптироваться посмотреть что-то по работе я все эти два дня занимался по работе вот скажем ну скажем такую мысль скажу наверное ну тоже извиняюсь что не выпустил чем два видео потому что мне надо было досмотреть не отвлекаться уже влоги снимать ну что-нибудь снимать так не удавалось не удавалось опять телефон сети не зарядил нормально скоро надо ехать опять смотреть библиотеки по работу с телефона это очень неудобно и попробую все-таки поискать сейчас пишите комментариях какие-то ваши мнения буду отвечать на ваши комментарии в принципе я и так старался отвечать на ваши комментарии всегда просто мне приятно я думаю и вам будет приятно что не только еще видеоформате интересно ответить на комментарии но мнение ваше по поводу работы я вот читал я думаю все получится спасибо что в меня верите мне надо душ принять привести себя в порядок я думаю будет хорошо в принципе от того что я говорил что я готовлю это будет интересно если получится у меня потому что очень хочу сказать вам насколько я знаю и умею готовить хотя когда-то я поваром даже работал это не шутка реально в ресторане на политехе метрополитехнический институт там какая-то пивная сейчас или была пивная полуподвальное помещение такое по домашней кухне я там работал поваром еще на метро харьковской было чебуречное еще где-то вспомнится работа отлично отлично ты что такое зевая короче поехали дальше ребят пишите комментарии и продолжаем снимать блоги поиск 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 и как всегда мне просто на гору подниматься вот и вот эта гора сногсшибательна тут точно курить бросишь так кстати у меня курить даже закончилось а подниматься мне два километра в гору я сам в шоке а гора такая массивная фух я балгей просто ну что пойду работу буду искать и будет веселее как-то как бы сегодня понедельник надо стараться поискать телефон зарядил то, что я говорил, гора. И поехал вверх-вверх. Ого. Я просто в шоке. Потом поднимусь, и у меня язык вываливается. Не знаю, может, из-за того, что давно спортом не занимался. Блин, так прикольно тут. Романтик. Вообще красиво. Очень интересно весной, как расцветать будет. Ох. Ну что, друзья. Короче, спасибо, что смотрели это видео. Я скажу, поехали дальше. И ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал. и мы поехали новую версию, новую историю снимать. А сейчас пока закончим эту. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.